Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы трудимся на даче. Сегодня я хотел бы рассказать лучшее место от гадюк и любых других змей на нашем участке, чтобы гадюки, во-первых, я скажу, что очень хорошо чувствуют запах, их отпугивают все резкие запахи. Это бензин, растворитель, керосин лучше всего действуют, и они уже от нашего участка оползают, на наш участок не приползают, не приходят. Почему я раньше не делал вот эти все средства, керосин не применял, не применял нафталина в сараях. И что к чему это приводит? Если я прекращу это все сейчас делать, то гадюки опять будут на наш участок приползать, это очень опасно. Я гадюку мог зайти в сарай, встретить гадюку, мог в подвал зайти, встретить гадюку. Куча кож, они сбрасывают кожу старую, наваляется. Личная встреча, ночью можно наткнуться на гадюку. То есть, кто говорит, что они ночью спят, нет, они охотятся, они ловят мышей, других грызунов, они же, соответственно, хищники. И далее, чтобы они отползали, лучшие средства, конечно, хорошие средства, это керосин. Два варианта я вам сейчас покажу. Мне вот посоветовали сейчас с бутылочкой вариант. То есть мы берем, добавляем немножко керосина в любую емкость. И добавляем ветошь, старую тряпочку, промачиваем. Также еще один есть вариант. В бутылочке, обычной бутылочке 0,5, делаем три отверстия. Туда добавляем такую же ветошь и добавляем также наш керосин. Несколько вариантов. Наша тряпочка пропитывается и, соответственно, идет запах. Мы здесь закрываем. И вот эту вот бутылочку можем уже поместить куда-нибудь в сарае. Можно поместить. Можно поместить здесь вот, например, где-нибудь в беседке, чтобы она стоит. Керосин у нас не выходит. Тряпочка пропитанная. Как зажигалка, например, на бензине, которая работает. И с отверстий выходит вот этот запах. Вот один вариант. Можно я в сарай, в подвал, в баню установлю. Везде, где мы находимся. В туалет можно установить рядом. А второй метод. Это по-классически пропитанную вот эту тряпку. Мы просто берем чуть-чуть землю и убираем нашу тряпочку. Прикапываем. Кто говорит, что это, например, пожароопасно? Ну, ребят, тут если бычок сигарету бросит, спичку неосторожно потушить. Сухая трава может загореться. Тут никакой разницы нет. Тут самое главное, на участке соблюдать технику пожарной безопасности. У нас семья не курит. Мы никогда ничего не поджигаем на участке, например. То есть из-за этого никаких пожаров. У нас все всегда аккуратно. А змеи надо с ними бороться. И вот это мы поставим. Видите, керосин. Это я уже принюхался. Такое ощущение, что плохо пахнет. А змеи будут чувствовать его очень. У них очень хорошо. Они очень хорошо чувствуют запахи. И резкие запахи их отпугивают. Я до применения. Тут все кишило у нас гадюками. У нас лес рядом. Очень много гадюк. Как я начал пользоваться вот этими средствами народными. Гадюки практически вообще исчезли. Я уже, наверное, года два-три не видел ни одной гадюки и других змей. Как начал это все применять. Как я если прекращу, я уверен на 100% их очень много. Они опять будут приползать. Ну, на сегодня все. Такой вот метод. Как всегда. Всем пока, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok